Радио 54 Радио 54 Радио 54 Республика первая, где начались ограничения по производству, начались те или иные сбои, остановки производств, заводов, либо же логистика начинает притормаживать. И уже здесь поставщики, либо же компании, которым нужны материальные средства, какие-то ресурсы для тех или иных действий, не могут укладываться в сроки, либо же вообще не могут исполнить по тем или иным причинам контракта. А основная проблема сейчас получается в том, чтобы доказать в суде предпринимателю, что это обстоятельство непреодолимой силы. Я правильно понимаю? Что ответственность его, точнее сказать, невозможность исполнения обязательств напрямую связана с теми обстоятельствами, которые столкнулись, грубо говоря, мировое сообщество. А подобного рода риски они страхуются? Они страхуются, но у нас очень слабая практика страхования бизнеса. То есть у нас, конечно, в цивилизованном мире очень активно любые действия страхуются. У нас еще пока что это очень-очень слабо. Ну то есть нашему бизнесу это все-таки грозит потерей финансовых каких-то средств? Да, ну самые первые, которые на слуху, это авиакомпании и туристический бизнес, гостиничный бизнес. И вот, соответственно, это самое слабое звено. Услуги, вот они в первую очередь попадают, да. Ну если мы начали с бизнеса, тогда давайте конкретно советуем бизнесу, как себя сейчас корректно вести, какую правильно избрать тактику, как пытаться защитить оставшиеся или, возможно, что-то вернуть. Здесь дело в том, к какому юристу ты будешь? Первое, что надо делать, это фиксировать. Фиксировать. Первое, что надо делать, фиксировать. Ну, конечно, оптимальный вариант подойти к юристу, потому что не припомню такой ситуации, чтобы человек сам себя лечил. Зачастую все-таки он себе не ту ногу лечит, да, и в конечном итоге ампутируют обе. Ампутируют руки, да. Да, значит, конечно же, фиксировать обстоятельства, которые были, если у них поставщик за границей, значит, вести активную переписку, получать письма о том, что, не знаю, там, они закрыли закронный завод, сократили производство, всех людей отправили на какие-то отпуска. Либо же ограничения через таможню, либо же пошли ограничения по постам, например, не через Новосибирск, а только через Владивосток или еще что-то такое. Все это надо фиксировать. Еще одно, в данном случае, торгово-промышленная палата, она в данном случае как раз активно помогает бизнесу. Нужно обращаться туда, получать уведомления, получать письма, фиксировать эти обстоятельства. С чем потом можно пойти к юристам? С чем пойти к юристам? К юристам, конечно, лучше пойти заранее. Но если вдруг вы не успели, вы не доверяете юристам, вам некогда к юристам ходить, то вот ключевые направления, куда вы точно идете. Это, значит, МИД, потому что Министерство иностранных дел, оно регулирует, то есть оно ответит на все эти вопросы, публикует у себя на сайте, где ограничения, где границы перекрыты, где не перекрыты, эта информация есть. Потом торгово-промышленная палата по региону, в том, в котором вы находитесь, либо тот, который вас интересует, получаете, ну и непосредственно с поставщиками, своими клиентами общаетесь на эту тему. Вообще, у мало-мальски серьезного бизнеса есть всегда свои юристы, я думаю, они подскажут, как правильно действовать, разберутся сами. Давайте перейдем... От бизнеса к людям, к простым. От бизнеса к людям, да. Чаще всего сейчас полпроблем как выглядит? Это возвратные-невозвратные авиабилеты, оплаченные турпутевки, да? Что еще туда входит? Здесь есть два направления. Первое, когда люди сами организовывают свою поездку. Это когда сами все-все-все-все-все набирают отдельно. А вот, кстати, поподробнее разницу. Разницу я прихожу к туроператору, покупаю полностью... Пакет? Пакет, да. Плачущий музей его услуги. Он вообще все организовывает мне самостоятельно, я общаюсь только с одним лицом. Если я самостоятельно это делаю, я сам отдельно покупаю билеты, отдельно страховку, отдельно трансфер, отдельно проживание. Все соответственно отдельно. Соответственно, и регулируются вопросы потом отдельно с каждым из... У кого сейчас дела хуже? У того, кто сам организовал свой планируемый отдых? Да, однозначно тот, кто сам планировал отдых, у него ситуация сложнее, так скажем. Потому что, когда я иду к туроператору, у меня... к турагенту, к туроператору, у меня сразу несколько законов стоят на моей защите, да? Гражданский кодекс, те нормы, про которые я уже говорил. Закон о защите прав потребителей, статья 7, где услуга должна гарантировать безопасность жизни и здоровья. Соответственно, закон об основах туристической деятельности, тоже там нормы, касающиеся обеспечения, чтобы услуга обеспечивала сохранность жизни и здоровья. В случае, в данных ситуациях, я как потребитель беспокоюсь за свою жизнь и здоровье, я обращаюсь с отказом. Значит, туроператор это тот, кто оказывает услугу, турагент это тот, который продает услугу. Зачастую практика сложилась, конечно, такая, что в конечном итоге деньги выплачивает туроператор. Но если турагент... Но они это делать очень не любят. Да почему? В данном случае сейчас ситуация другая. Ты не сталкивался? Вот буквально... Нет, сейчас здесь ситуация, ее нельзя даже сравнить с тем, что там раньше сталкивались, не сталкивались. Здесь вообще уникальная ситуация, я не знаю, такая была вообще в мире или нет, только если войны, наверное, мировые... Ассорс-мажор теперь вот полноценный, да? Значит, единицы стран, которые не попали еще в список закрытых. Значит, здесь смотрите, какая ситуация. Турагент это промежуточное звено, это посредник. Он занимается перепродажей и немножко берет себе. Значит, если правильно оформлен договор, то в самом договоре турагент указал, кто есть туроператор, и оптимальный вариант идти к туроператору. Значит, буквально вот сегодня утром новость прошла о том, что сообщество туроператоров обращается непосредственно уже к правительству. У них есть пул денежных средств, которые давным-давно уже это было предусмотрено, да, каждый оператор делает отчисление в случае банкротства, каких-то там проблем, чтобы можно было им рассчитаться. Сейчас они просят о том, чтобы им был доступ к этим денежным средствам, чтобы сейчас они могли, первое, вернуть людей, которые неожиданно там застряли. Резкие произошли запреты на авиаперевозки или авиасообщения между некоторыми странами настолько быстрые, что многие люди там остались. Их нужно оттуда вернуть. Либо же компенсировать сразу людям денежные средства вот из этого фонда. А вот перебью вас на секундочку. Люди остались где-то в стране, живут на карантине в отеле. Кто за это платит? Отель уже оплаченный. Ему и вернуться надо. Все остальное это уже оплачено. Он живет в то время. Закончился отель уже. Все, уже две недели прошло. А ты завис в этом отеле. В данном случае непосредственно связь нужно поддерживать с туроператором. Многие туроператоры уже формируют группы и экстренно люди оттуда забирают еще до истечения срока проживания там. То есть многих из них собирают буквально, выдергивают из, не знаю, экскурсий. И им там, не знаю, еще, например, дней пять надо побыть там. А им говорят, все, собирайтесь. Самолет уже по карантине. Да, самолет собирается. И все, в ближайшее время все вообще отсюда улетают. Мальчик, вкусненького нам принеси, мы в Россию летим. Да, примерно так. Ну, типа того. В общем, каждая страна там по-своему этот вопрос решает. Вот буквально недавно информация прошла, что Кипр как раз своим студентам выплачивает деньги те, которые за границей занимаются. И говорят, никуда не летайте, сидите там спокойно, не ходите в вузы, мы вам это компенсируем. Ну, текущая практика из тех дел, с которыми, вполне возможно, ты лично сталкивался. Как ведут себя по отношению к нашим туристам? Туроператоры отели вывозят корректно? Нет какого-то массового потока жалоб на происходящее? К примеру, предлагают в качестве альтернативы какую-то очень дорогую авиакомпанию. Людям приходится дополнительно оплачивать свое возвращение в Россию. Или пока корректно все достаточно по отношению к российским туристам? Давайте сейчас по поводу наших непосредственно сотрудников. Значит, вы должны, потребители, понять ситуацию, что сейчас она накалена. Да. И быть готовым к тому, что когда вы звоните турагенту или туроператору, с той стороны точно такой же человек, который уже раздражен. Абсолютно верно. Огромное количество звонков, продажи фактически там остановились, да. И в основном туроператоры, турагенты занимаются тем, что решают вопросы возврата денежных средств, отмены тех или иных туров, договор. И вот эти вот большое количество звонков, огромное количество звонков. Все на взводе, наверное. Да, все на взводе. И поэтому, ну здесь какое-то понимание должно быть. Закроем тему по поводу турагентов, туроператоров. А есть несколько вопросов на WhatsApp. Предлагаю к ним перейти. Больничный малому предпринимателю, сидящему дома с детьми, из-за карантина оплатится ли больничный? Больничный выплачивается в обычном порядке. И вопрос. Кому назначено лечение, если в другой стране? Например, детям по онкологии, иммунотерапии. Выпустят ли их из России? Ну, смотрите, сегодня я услышал, что у нас ограничения теперь будут по границам, то есть на выезд. Поэтому, наверное, обратиться нужно в МИД и в Минздрав. Там, наверное, это в индивидуальном порядке будет рассмотрено. Вроде бы с 18 марта запрещают въезд, а про выезд я не слышал информации. Здесь это в министерство нужно, либо в Минздрав. Это индивидуальная ситуация. А сейчас, если авиасообщения в принципе перекрываются, то они в обе стороны перекрываются. То есть, получается, что группа проблем, с которыми сталкивается сейчас большинство, это ведение бизнеса за границей, это туристические поездки, авиабилеты. Что еще и каким образом может коснуться население? Ну, я это имел в виду как раз то, что касается международных отношений. Они внутри. Внутри страны сейчас эти вопросы как-то будут регулироваться. И они, наверное, потребители постольку-поскольку будут задевать. Кроме того, что никаких здесь проблем, мне кажется, не может быть. О чем важно еще, Алексей, сегодня сказать? Здесь ключевой момент. Значит, по поводу обращения сейчас по пунктам пробежимся. Значит, если вы купили пул, купили конкретную путевку, вы обращаетесь либо к турагенту, либо к туроператору. Если у вас в договоре прописан туроператор, то, конечно же, сразу обращайте к туроператору. Потому что турагент, это, опять же говорю, посредник, он просто ваше обращение перешлет. Основания к тому, чтобы отказать вам, либо перенести эту путевку, законом не предусмотрено. То есть это незаконные требования. Перенести путевку, либо отложить ее на другой срок, вы можете только в добровольном порядке. То есть если вы на это согласны, вам это предложили, вы готовы это сделать, вы не хотите этого отменять. Значит, если вы пошли самостоятельным путем. По поводу визы. Сейчас вот посольство Италии говорит о том, что готово лицам, которые получили визу исключительно на время приезда, короткую, им готовы продлить до года. В данном случае, я думаю, что по вашей стране, куда вы собрались вылетать, вам необходимо обратиться, по крайней мере, на сайт посольства и увидеть, как посольство этой страны реагирует на данную ситуацию. Возможно, такое будет. Значит, если вы купили авиабилеты самостоятельно, вам необходимо обратиться к авиаперевозчику. Если СЖД-билеты, ну, насколько я знаю, там только один примерно есть СЖД-маршрут, это из Москвы в Милан, кажется. Да, да. Вот, тоже там нужно обращаться непосредственно к перевозчику с требованием возврата денежных средств. Проблема возникает только в случае, если вы купили низкий по тарифу, невозвратный билет. Обращаться в любом случае нужно. Ключевые наши игроки, это Аэрофлот, Победа, ССЛ и так далее. Я перебью. Даже если он невозвратный, то в случае форс-мажора он продолжает оставаться невозвратным? Нет. Вот я сейчас как раз говорю о том, что они на своих сайтах уже указали порядок возврата денежных средств по тем перелетам, которые указаны как невозвратные. Зачастую это какая-то небольшая оплата, там, тысяча, сто рублей, либо пятьсот рублей за саму процедуру, а остальные денежные средства полностью возвращаются. Единственное, что вам нужно посмотреть, какой период охватывается. Иногда бывает, если период покупки, например, до этих всех моментов, до того, как начали закрываться страны, и публикация в Ростуризме пошла о том, что туда вылет, иди, и авиация закрывается, да, просто может не попасть. Но вам в любом случае необходимо обратиться. Вы получите ответ, либо, да, возврат оформлен, денежные средства ожидайте в течение месяца, либо же вам будет предложена замена на другой период времени, если вы сейчас не хотите вылететь. А вот давайте тогда честно посмотрим правде в глаза, что такое другой период времени. Объективно пока никакие сроки не озвучиваются, но если примерно попытаться проанализировать происходящее и примерно так прикинуть, то это, наверное, не раньше осени или как? Ну вот примерно. Я здесь не медик. Вообще непонятно. Это нам нужно сдвать специального... По пандемии. Во-первых, я здесь не медик. Специалиста. Да, во-вторых, и насколько я понимаю, даже сами медики не сильно понимают, как будет развиваться этот вирус. Никто не понимает, конечно. Поэтому мы не можем же выбрать дату, да? Боятся делать прогнозы, да? Многие говорили, что когда придет тепло, он уйдет, а получается, многие в Австралии там заболевают, или люди, которые вот на круизном лайнере были, я не думаю, что там они по Антарктике катались. Вот. Ключевой момент какой? Нужно обратиться. Первое, что нужно сделать, если вы приняли решение перенести либо отменить, вы должны обратиться. Все, обратитесь письменно. Если вы покупали онлайн, обратитесь, соответственно, онлайн. Если вы покупали билеты, авиасообщения у вас оформлены онлайн, обратитесь, соответственно, онлайн. Страховку оформляли, если сами, так же обращаете в страховую компанию. Если отель, если у вас отель куплен отменный, то, само собой, вы просто обращаетесь туда и отменяете. Я столкнулся с тем, что у меня тоже поездка была вот такая сборная. На какой период ты была у тебя? У меня на май был. Да. У меня еще я и билеты внутри Европы купил там. Ну, билеты внутри Европы, понятное дело, онлайн отказался. Они сейчас просто деньгами забронированы. Типа, в любое время можете перекупить. Многие отели и авиакомпании предлагают вариант с открытой датой. То есть они не говорят конкретно когда, а говорят, мы готовы вам деньги не возвращать, а подвешат за вами, соответственно, лимит. Ну, это хорошая позиция, хорошая. То есть ты понимаешь, что у тебя, грубо говоря, не сгорело, это уже важно. Или тебя не поставили в жесткий лимит, к примеру, в полтора-два месяца, когда ты можешь полететь, но все равно граница будет закрыта. Слушай, если есть возможность забрать деньги, лучше забрать деньги. А если не дают деньги, но предлагают вот такой вариант решения, ну почему нет, да. Насколько я понимаю, многие, ну, серьезные, конечно, отели, туроператоры и государство сами, то есть представительство или там консульство или же сами правительство, они все-таки готовы к тому, чтобы вы к ним вернулись и идут на любые, так сказать, лояльные для вас, да, встречные шаги для того, чтобы вы все-таки вернулись. Чтобы не сгорело, чтобы не было штрафов. Я, со своей стороны, это мое личное мнение, я бы вам не рекомендовал, если вы закупаетесь на каких-то ресурсах по отелям, сразу соглашаться на штрафные санкции. Давайте мы напишем, вот просто я обращался к одному из триггеров, который говорит, ну, напишите согласие на 100% штрафа, и мы начнем разбираться с вашей ситуацией. Не подписывайте такие вещи, сразу не соглашайтесь на какие-то 100%. Если вы не хотите с ними общаться, пишите непосредственно в отель, просите турагента, а рано или поздно все равно с каким-то турагентом, туроператором общались, они, конечно, сейчас все загружены. Либо же пишите в посольство непосредственно этой страны, если вы не можете найти общего языка с отелем. Но, как показывает практика, ситуация сейчас, конечно, обостренная, там, идеальной ситуации или идеального отношения к вам по вашему вопросу ожидать все-таки не стоит, но очень много сейчас действий идет даже на опережение. То есть многие, например, авиакомпании, вы еще не успели обратиться туда, вы только думаете, у вас, например, поздние вылеты, знаю, там, конец мая, может быть, вообще июнь. А многие авиакомпании вам уже шлют сообщение о том, что вы вправе обратиться с возвратом. То есть вы еще только раздумываете, поэтому в данном случае, если вы намерены, то обратитесь заранее, сейчас обратитесь, зафиксируйте эту ситуацию, чтобы обратились, по крайней мере, рассмотрение вашего вопроса. Ну, это хорошо, что проблема есть, но все понимают, что она есть и пытаются каким-то образом решить и минимизировать те последствия, которые могут возникнуть от этой проблемы. Первое. Областное радио.